На помосте представительницы прекрасного пола выполняют упражнения рывок. Одним слитным движением поднять штангу над головой и полностью выпрямиться, сохраняя при этом спокойствие, задача не из лёгких. Особенно, когда в руках такие веса. В учебно-спортильном центре по тяжёлой атлетике прошли традиционные тикапческие соревнования богатырей при Иртышья. Сильнейших тяжелоатлетов определяли в классическом двоеборье – рывке и толчке. За кубок региона сражались спортсмены города и области в четырёх возрастных категориях. Одними из самых зрелищных стали состязания среди женщин 93-го года рождения и старше. На этих соревнованиях определяем задачи на следующий год, кто, где, когда будут соревноваться. Задачи у нас всегда масштабные. Меньше чем чемпионками мира и Европы мы не хотим стать. Представительницы спортклуба «Шейник», учебно-спортивного центра и Сибирского университета физкультуры одна за другой с разным успехом поднимали снаряды весом 50, 55 и 57 килограмм. Смена дисков на штанге и табло высвечивает 70 килограмм. Такой вес выбирает для первой попытки чемпионка первенства Европы Екатерина Ютволина. Вторая попытка и уже 95 килограмм. Неудачная, не справилась с волнением. В третьем подходе Екатерина доказывает судьям и зрителям свой чемпионский статус. Здесь, на богатырях при Иртышье, она бесспорно лучшая, хотя пришла сюда не за победой. Чтобы, так скажем, сильно не растерять форму, поднабраться опыта, ну и, конечно, как показательное выступление для молодого поколения, чтобы ребята ходили, тренировались, достигали успехов, чтобы у них было желание ходить, чтобы они, как это сказать, старались, чтобы смотрели и стремились к этому. В результате трех дней испытаний победитель каждой возрастной категории получил заветный Кубок Омской области. Среди лучших также будет произведен отбор тяжелоатлетов на участие в чемпионате федерального округа. В планах Екатерины Ютволиной подготовка ко взрослому чемпионату Европы, отбор на который пройдет в конце января.